МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Курсы доллара и евро в Беларуси в ближайшее время останутся стабильными. Такое мнение выражают финансовые эксперты, передает Белта. Так, на внутреннем валютном рынке страны сохраняется значительное превышение предложений иностранной валюты над спросом. Иными словами, профицит валюты. За январь-апрель население, предприятия и нерезиденты продали на чистой основе более 850 миллионов долларов. Эти излишки валюты на внутреннем рынке выкупает государство. Она необходима для обслуживания валютного госдолга и наращивания золотовалютных резервов. В результате спрос и предложения на внутреннем рынке сбалансированы. И при этом никакого давления на курс рубля не создается. По мнению экспертов, для государства сейчас важно сохранить стабильность на валютном рынке. А единственный потенциальный риск на ближайшее время – внешне. Так, в этом году российский рубль ощутимо укреплялся. При том, что нефть с начала года даже чуть подешевела. Этот рост носит спекулятивный характер. Иностранные инвесторы активно вкладывают деньги в облигации федерального займа. А для этого им приходится менять иностранную валюту на рубли. Потому российский рубль вырос. Но спекулятивный рост может закончиться так же быстро, как и начался. Если российский рынок столкнется с резким оттоком иностранного капитала, российский рубль подешевеет. В этом случае в Беларуси может снизиться курс российского рубля. А доллары и евро подрастут. В продолжение темы. Все сценарии прогноза социально-экономического развития Беларуси на следующий год подразумевают рост экономики. Об этом пишет Белта со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики. Так, недавно в ведомстве прошло заседание коллегии. На нем обсуждался проект концепции прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2018 год и основных макроэкономических параметров до 2020 года. В проекте представлено несколько сценариев прогноза в зависимости от вариантов внешних и внутренних экономических условий. При этом каждый из сценариев предполагает рост национальной экономики одновременно со снижением темпов инфляции. К слову, сейчас и в Гомельской области огромное внимание уделяется подготовке специалистов по экономическим дисциплинам. Например, на предприятиях региона созданы филиалы кафедр экономического факультета ГГУ имени Франциска Скорины. Нашим факультетом заключено 10 договоров о сотрудничестве. Создано, соответственно, 10 филиалов кафедр на различных предприятиях. Ну и среди таких предприятий у нас производственное объединение «Беларусьнефть», государственное учреждение «Гомель-Облпром», гомельский литейный завод «Центролит», открытое акционерное общество «Салео-Гомель» и ряд организаций, в том числе есть и государственные органы в лице инспекции Министерства по налогам и сборам, Гомельского областного исполнительного комитета, которые нам оказывают большое содействие, конечно, в подготовке. И что важно, что с представителями руководством всех этих организаций мы действительно установили хороший контакт, и они понимают необходимость участия именно производственного реального сектора в подготовке специалистов. То есть они оказывают содействие в организации практик, в проведении научных исследований, в трудоустройстве. Не все в полном объеме, может быть, потому что возможности у всех разные, но вместе с тем договорами это предусматривается. Естественно, что лучших студентов мы отправляем на эти предприятия, они имеют возможность где-то зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем рассматривался вопрос об их трудоустройстве. Кроме того, студенты имеют возможность разрабатывать свои бизнес-проекты и участвовать с ними в различных конкурсах от городского до международного уровня. Сегодня внешняя среда, я бы так сказала, она стимулирует студентов к тому, чтобы они занимались и какими-то своими научно-исследовательскими, даже проектными работами. Потому что множество конкурсов организуется, стартап движения, молодежь и предпринимательство, бизнес-школы сегодня подключились к этому. И мы активно студентов ориентируем на то, чтобы они принимали в этом участие. Сегодня у нас студенты 2-го и 3-го курса практически на 50%, то есть те, кто активно, они имеют возможность себя реализовать в этом и даже послушать экспертов, поделиться своими идеями с экспертами, предпринимателями и так далее. То есть это дает возможность тоже формировать такую предприимчивость, инициативность, которая в дополнение к тем базовым знаниям, которые есть, они действительно сегодня необходимы. К другим новостям. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Гомельской области в апреле составила 698,2 рубля. По сравнению с мартом она увеличилась на 20 рублей. Больше всего в апреле получали работники сферы информационных технологий и связи. Почти полторы тысячи рублей. Далее идут специалисты, занятые в финансовой и страховой деятельности. В среднем около 1150 рублей. Зарплата в строительстве составила около 685 рублей. По образованию около 500. На 50 рублей больше в здравоохранении и сфере предоставления социальных услуг. Кстати, в экономике региона в апреле было занято 595 тысяч человек. По данным комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облсполкома, численность зарегистрированных безработных на конец апреля составила 6,5 тысяч человек. А уровень зарегистрированной безработицы – 1,1% от численности рабочей силы. Продолжаем выпуск. С начала года в Гомельской области построено более 2000 квартир. Чуть менее 40% для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Между тем, в Гомельской области началась реализация третьего этапа проекта строительства социального жилья с использованием технико-экономической помощи Китая, сообщает Белта. Сейчас готовится проектно-сметная документация на возведение четырех домов социального пользования в Рогачеве, Хойниках, Добруше и Будокошелево. В общей сложности на этом этапе будет построено 160 квартир. Кстати, первый и второй этапы проекта реализуются успешно. Обе стороны неукоснительно соблюдают условия договора. Из шести запланированных многоквартирных домов один уже введен в строй. Остальные новоселов из числа граждан, относящихся к социально незащищенным категориям, примут в августе. Сразу после этого строители приступят к возведению домов второго этапа. Их решено построить в Добруше, Житковичах, Калинковичах, Корме и Речицком районе. Финансирование уже выделено. В эксплуатацию жилье будет введено в следующем году. И немного о ценах на квартиры на вторичном рынке. Средняя цена предложения в объявлениях о продаже квартир в Гомеле составила 562 доллара за квадратный метр. Так, однокомнатные квартиры продаются в среднем по 573 доллара за квадратный метр. Средняя цена на двухкомнатные составляет 573 доллара. За трехкомнатные квартиры в Гомеле просят в среднем 539 долларов за квадрат. И еще о недвижимости. Фонд «Гомель обла имущества» выставляет 18 лотов на электронные торги в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», которые состоятся 14 июня. Информация об этом размещена на официальном сайте Госком имущества. На торги выставлены здания в четырех районах Гомельской области – Калинковичском, Гомельском, Рогачевском и Лельческом со стартовой ценой от 1500 рублей. Новому собственнику предоставляется широкий выбор возможностей по использованию имущества. Например, на объектах можно организовать производство, СТО, торговые объекты, объекты по обслуживанию населения, общепита, агроэкотуризма. Кроме того, приобретенное имущество после реконструкции может стать частным домом или дачей. Прием заявлений заканчивается 8 июня. В этой рубрике я расскажу о ценах на мясо, птицу и их полуфабрикаты, изученные на центральном рынке. Свиная вырезка стоит 11 рублей, шея – от 10 до 11, тазобедренная часть – 9,5 рублей, окорок – 8,50, грудинка – от 7 до 9 рублей, ребра – от 5,5 до 7,5. Голень – 3 рубля, рагу – 2,35, кости – по рублю. Ребрышки для гриля стоят около 5 рублей, шашлык – 9 рублей, 25 копеек. Говяжья полиндвица стоит чуть более 10,5 рублей, язык – от 10 рублей 80 копеек до 13 рублей, вырезка – около 9,5 рублей, почки – чуть более 3. Цыпленок стоит от 3,45 до 3,80, филе – от 6 рублей 90 копеек до 7 рублей 30 копеек. Грудка и бедро – около 5,5 рублей, голень – 4,50, крыло – от 4 до 4,30, печень – 3,65, 3,75, сердце – 6 рублей, желудок – 3,30, шеи – рубль 60, куриный фарш – 3,5 рубля, рублены – 5,30. На этом у меня все. Встретимся через неделю.